Во Владивостоке был дан старт международному турниру по хоккею среди студентов Student Hockey Asia Challenge 2023. Открытие соревнований началось с приветственного слова губернатора Приморья Олега Кожемяка, президента Федерации хоккея России Владислава Третьяка и ректора ДВФУ Бориса Коробца. Главная задача нашей молодежи – дать возможность заниматься спортом, в частности хоккеем. Я очень рад, что Владивостоке любят хоккей, прекрасная команда «Адмирал» есть. И вот сегодня Федерация хоккея и руководство университета очень много сделали, чтобы этот турнир состоялся. Надеемся, что этот турнир будет традиционным. Мы еще пригласим белорусов и казаков. Почему? Потому что мы хотим уделять внимание не только большому хоккею и детскому хоккей, но и студенческому хоккей. Это тоже очень важно. Соревнования будут проходить до 25 ноября в концертно-спортивном комплексе «Фитисов арена», где выступят сборные вузов Дальнего Востока и Китая, что придает турниру статус международного события. Укрепление дружбы. 3,5 тысячи иностранных студентов, которые сегодня в нашем университете обучаются, играет в крикет. Индусы учат наших ребят этому волшебному виду спорта, который мы совершенно понять не можем, хотя он похож на лапту. А наши ребята будут учить китайских студентов играть в хоккей. Я в этом уверен. Мы должны дружить, дружить на ледовой площадке, на футбольном поле, на баскетбольном. Не важно. Самое главное, что ребята вместе укрепляют нашу дружбу страны. Это залог нашего успеха в будущем. Турнир начался с вбрасывания шайбы, после чего команды из ДВФУ и Китая начали игру. Отметим, что первый старт студенческих игр по хоккею состоялся благодаря Владиславу Третьяку. В дальнейшем планируется расширение географии субъектов, что позволит развить спорт и занятия им среди молодежи, а также закрепить отношения между странами. Евгения Брыкина, Степан Скляров, Ксения Быкова. Новости на восьмом. Евгения Брыкина, Степан Склярова. Новости на восьмом.